Добрый вечер. Последние дни мы, как правило, начинали свою программу с митингов протеста, но при всем уважении гражданской позиции их участников, я не вижу ничего нового, что бы там происходило, что можно было бы обсудить. Но за исключением разве что фейкового персонажа из Уссурийска Наливкина, знаете, такого, который приехал в Хабаровск, сделал фиктивный репортаж, к нам сегодня звонят и спрашивают, это правда? Нет, разумеется, это фейк. Так вот, за исключением Наливкина и ареста некоторых участников митингов, о чем, кстати, две недели назад у нас юрист Роман Моур в этой студии предупреждал, что все фиксируется на видео и, соответственно, всех участников через какое-то время по записи могут привлечь к ответственности. Ну, что поделаешь, таков закон. Так вот, обсуждать больше нечего, поэтому я предлагаю перейти к дождям. Действительно, последние два дня почти все, что нам приходит от наших зрителей, это так или иначе связано с дождем и его последствиями. И это именно то, о чем сейчас говорит вся губерния. Вот такую картину я наблюдаю у каждой дождь. Это улица Калинина, тротуар. Асфальт новенький, похоже, положили. Смотрите, на каноях можно соревнования устраивать. Вон, девяти ходят по воде. А как людям ходить или машинам проезжать, непонятно. Вот так у нас делают реконструкцию. Ну, Антон, Нин, как вы считаете, вот виновата погода или городские службы? Потому что, ну, реально, дождь был, конечно, сверхординарный, особенно в субботу. Ну, я думаю, одно без другого здесь не обошлось. Без такого сильного ливня не было бы таких рек. Но если бы проблема ливневой канализации как-то была решена, я думаю, что все равно таких луж огромных бы тоже не было. Ну, на самом деле, нам не раз говорили о том, что если выпадает больше какого-то уровня осадка, то в любом случае будет образовываться лужи, потому что ливневая канализация, она рассчитана на определенное количество воды. Ну, у нее своя есть пропускная способность. Ну, об этом нам рассказывали специалисты. А я предлагаю сразу переходить к интерактивному голосованию. Вопрос сегодня будет звучать, кстати, писать комментарии вы можете и на нашей странице Губерния ТВ в Инстаграме. И вот хочется тут сказать, что там уже написали, что наши телезрители считают, что в городе нет ни одной нормальной ливневки. Именно поэтому у нас вот каждый дождь, вот случается такая ситуация, с которой мы сталкиваемся, что, можно сказать, город Хабарск превращается в Венецию. Вы можете высказать свою точку зрения, можете высказать ее, как всегда, через наше интерактивное голосование. Если вы считаете, что всему виной погода, то тогда ваш номер телефона 4799-91. А если все-таки всему виной городские службы, которые вовремя не приводят в порядок ливневые канализации, а кое-где просто забывают их запроектировать и построить, то тогда ваш номер телефона 4799-92. Кроме того, сегодня у нас работает телефон прямого эфира по 4566-45. По нему вы можете позвонить и высказать свою точку зрения по теме нашего интерактивного голосования. Вы знаете, проблему ливневых канализаций мы обсудим подробно во второй части программы в рубрике «Глаз народ». Но если кто-то хочет высказаться уже прямо сейчас… Нет? Нет звонков пока? Да? Ну ладно, напоминаю, наш телефон 4566-45. А пока мы переходим к другой проблеме, которую осветить нас просили уже давно. Ну, о работе медицинских учреждений. Но учитывая, что сейчас медики и так вот на фронте, можно сказать, буквально все, мы старались лишний раз не отвлекать и не звать в студию, но вопросов накопилось очень много, поэтому у нас сегодня в гостях. Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Простите, я, наверное, ошибся. Сейчас же все с приставкой «ИО», да? Нет, это касается только министров. Ой, простите, ну, слава богу. То есть заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Ирина Давидовна. Для начала можно я покажу ролик, который к нам пришел сегодня, но женщина сказала, что снимала на прошлой неделе. Возможно, ситуация уже изменилась, она попыталась попасть в больницу. Режим работы детской городской клинической больницы. Вчера я должна была забрать результаты КГ после обеда. Я пришла в 16.45, и что обнаружила? Она закрыта. На дверях никакого объявления о другом режиме работы нет. Я прошу прощения, за время этого ролика к нам позвонил человек по поводу ливневок, да? Здравствуйте. Сергей, говорите. Да, да. Вот мне хотелось бы задать вопрос Сергею Кравчуку. То, что вот когда он распорядился делать асфальт в южном микрорайоне, то есть в индустриальном районе, в центральном районе, значит, и в других районах, почему не обсудили сразу именно о ливневках? И сейчас этот асфальт приходит весь в негодность. Это сейчас заново надо брать бюджетные деньги с края, значит, или с города, или опять федеральные бюджетные деньги, чтобы восстанавливать этот асфальт. А куда ушли эти денежные средства тогда? Кто за это будет нести ответственность? Спасибо за звонок. Ну, мы подробно вернемся к ливневкам, конечно, второй части программы, потому что уже тема с Ириной Давыдовной заявлена. Вот насколько ситуация, ну, я не знаю, действительно так происходило, насколько это стандартная ситуация, что медучреждения у нас, поликлиники и больницы были закрыты во время режима самоизоляции? Как на самом деле обстоят? Я только не дам сразу сейчас вам комментарий, именно конкретно по детской краевой больнице. Она консультативная. Но режим работы наших лечебных учреждений, он особенно не менялся, если мы говорим по времени. Развести можно на две части. Стационарный блок и амбулаторно-поликлиническая. Что касается стационарной, мы уже сегодня подготовили нормативные документы, и у нас уже возобновлена плановая госпитализация. То есть свои коррективы внес ковид. И вот даже представьте себе, у нас 9,5 тысяч где-то коек на весь Хабаровский край, и 1640 мы развернули для ковида. А это значит, что мы полностью поменяли маршрутизацию. Причем у нас эти госпиталя, которые мы создали, они у нас в городе Хабаровске, в той же детской краевой, 10-й мы знаем, 2-я больница знаем, 11-я, Лозочек, Домын и так далее. То есть у нас очень много лечебных учреждений стационарного типа вынуждены были для того, чтобы не заражать людей, обеспечить госпитализацию ковидных больных. Поэтому когда мы сейчас говорим о том, что мы возобновили плановую медицинскую помощь... А с какого числа возобновили? Ну, уже, наверное, пошла вторая-третья неделя. Я номер документа не запоминала даже, не преследовала цель, да. У нас в полном объеме совершенно работают все те учреждения, в которых нету ковидных коек. Федеральные учреждения, такие как Федеральный сосудистый центр, как Микрохирургия, Глаза и так далее. Из наших учреждений мы формируем уже сейчас очередность. Очередность может быть, потому что иной раз мы взвешиваем за и против. Учитывая, что залететь инфекция у нас, конечно, может. Это касается стационарного блока. А в амбулаторной мы практически ничего не убирали, кроме диспансеризации и профилактических осмотров. И к нам сейчас пришли документы, которые говорят, что ребята, давайте-ка вы уже подумывайте, надо вам побыстрее, побыстрее. И при всём при этом одним из протоколов штаба, которым председательствовала Татьяна Алексеевна Голикова, были определены несколько этапов ухода от ограничительных мероприятий. И вот в этих этапах там несколько показателей оцениваются. Распространённость инфекции. Это значит, сколько один человек с ковидом до момента своей изоляции смог заразить людей. Это показатели по региону, да? Они рассчитываются обязательно по каждому региону. И руководитель Роспотребнадзора должен согласовать решение. Мы на первом этапе, на втором этапе или на третьем. Так вот сейчас мы подползли к первому. У нас показатель распространённости 0,95, он должен быть меньше единицы. Не каждый человек заразил ещё одного, меньше единицы. Потом он идёт по спаду. Мы должны 50% коек свободными держать для того, чтобы решать проблемы. Там 50%. И последнее – это тестирование на, собственно, коронавирусную инфекцию. Мы этот показатель тоже исполняем. Поэтому я думаю, что вот в ближайшие дни мы подступим уже близко к этапу, когда мы сможем начать диспансеризацию, профилактические осмотры. Ну, а сами поликлиники работали в обычном режиме? Они работали. Ни одна из поликлиник у нас не закрылась. Дело всё в том, что количество больных, которые имели респираторные инфекционные заболевания, их же много, увеличилось. И поэтому мы организовали работу на дому. В некоторых особых случаях, когда мы взвешивали риски посмотреть в плановом, и риск заразиться, что превышало, когда, например, надо было проконсультировать больного у сосудистого хирурга, у кардиолога. Поэтому у нас очень многие уже узкие специалисты сейчас работают. Извините, я вас прерву. Женщина позвонила, очень хочет спросить. Галина Николаевна, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Сегодня на госпитализацию требуется обязательно анализ на COVID-19. Первая поликлиника заявляет о том, что этот анализ можно сдать только платно. Везде он стоит 2,5 тысячи. Если госпитализация проходит неделя через неделю, это плановая госпитализация. Реально это? Безплатно его не делают вообще. Вы правы. У меня родственник только что делал 2,5 тысячи действительно. Вот так же, как и у вас. У меня достаточно много знакомых. И даже в моем окружении многие люди, несмотря на хорошую информационную медиа, освещение этих вопросов, многие люди не знают, на что они имеют право, и кто к ним должен прийти, и где они должны сдать анализы. Поэтому я рассказываю, я преследовала такую цель рассказать. Вот просто семья. У меня есть папа, мама и ребенок. Папа затемпературил. У него повысилась температура, он стал кашлять. Что он должен делать? Он, конечно, подозревает, что у него может быть COVID. Что он делает? Он не должен никуда идти. Он должен остаться дома. Он должен вызвать врача из своей территориальной поликлиники. К нему приходит врач, смотрит его. И первое, что он у него задает, какие вопросы, он говорит, вы были в контакте с больным ковидным где-то? Он говорит, да, у меня на работе, я сижу в одном кабинете, у меня вот такой вот появился человек. Простите, я вас прерву. Женщина спрашивала несколько о другом. А я про другу? А я все и расскажу. А потом вы мне времени не дадите вдруг. А мне хочется людям рассказать, на что они могут рассчитывать. Поэтому я даже на таком вот примере, который вот моих близких, знакомых людей, который вот с этим столкнулся. Вместо того, чтобы вызвать врача, он пошел в какую-то частную клинику. В частную клинику ему сказали, идите, сделайте туда. А то он пошел, заплатил эти 2,5 тысячи, о которых вы говорите. Хотя этого делать было совершенно не нужно. Именно врач, который приехал к нему из участковой поликлиники, зная, что он контактный по ковиду, он у него сам берет анализы, мозги, которые берутся из носа и зева. То есть надо никуда не идти, вызвать к себе врача. Вызвать к себе врача. Если у тебя нету... Это если есть признаки респираторного заболевания. Если есть признаки респираторного, и ты говоришь о том, что мой сосед по кабинету, где я сижу, он... То есть явно есть анамнез того, что человек подозрительный на ковид. У него возьмут анализ сразу. А если он совершенно нигде, никто в его окружении абсолютно не болел, и нету никаких признаков в легких, не надо никуда идти, не нужно делать компьютерную томографию, ничего не надо. Врач проверяет, какая у тебя температура, как сильно кашель. Но у нас же никуда не исчезли обычные респираторные заболевания. Нельзя же думать везде. Потому что женщина конкретно говорила о том, что если запланирована операция, перед операцией... Госпитализацию. Да. Госпитализацию. Ну да, либо вот микрохирург... Ну хорошо, коли вы так настаиваете, я вам хочу сказать, что в наших документах есть перечень контингентов, которые подлежат этому обследованию. И тот контингент, который идет на плановую госпитализацию, он действительно тоже нуждается в обследовании на ковид. Но только его делают не за деньги, потому что это обязательные контингенты. Поэтому, отвечая женщине, я сразу говорю, что ваша поликлиника, если она не имеет возможности провести эти исследования, она, согласно нашему распоряжению Минздрава, знает, в какую лабораторию вас надо направить, а чаще всего этот анализ берут в самой поликлинике, а потом его куда-то... Ну, конечно, бесплатно. Мы говорим только о бесплатном. Я бы здесь не сидела. Только бесплатно. Ну, а если люди сталкиваются... Ну, я не думаю, что женщина позвонила, может быть, она там что-то не так поняла, или там сотрудник, который ее принимал, врач, который ее принимал, может быть, не читал те распоряжения, о которых вы говорите. Вот как действовать человеку? Ну, вы же понимаете, человек приходит, говорит, мне надо на госпитализацию. Говорит, без проблем, неси анализ на ковид, а где его сделать? Да вон платная клиника. И человек оказывается, ну, вот один на один со своей проблемой. Вот как в этом случае действует? В этом случае надо действовать таким образом, что саму плановую госпитализацию определит больница, в которую вас направили. Вы сначала должны прийти туда, пройти консультацию специалиста, который вам скажет, что ваша госпитализация намечена на 17 августа. Угрозы для жизни нет, это плановая госпитализация. Человек возвращается в свою поликлинику и говорит, у меня госпитализация 17-го числа. За 7 дней до этого он должен сдать этот анализ. А ему должны сказать, куда, в какую поликлинику его отнесут. И все-таки я договорюю. Преупрямое, вредное, но я знаю, что этих очень много вопросов задают, а вы мне их не задаете. Мы только собирались. То есть человек в семье, человек в семье болен, ему вдруг взяли анализы, и оказался ковид. У него рядом жена и ребенок. Вот с ними что? Человеку-хозяину дают больничный лист. И больничный лист или справку дают членам его семьи. Но анализы у них возьмут только на 8-10 день их карантина условного. То есть эти люди называются контактными, и у них анализ на 8-10 сутки. Поэтому в течение всего этого периода времени врач звонит этим пациентам, спрашивает хозяина дома, спрашивает, как дела у него. Спрашивает членов семьи, как у него дела. Вторые контингенты, которые как раз касаются платных услуг. Мы действительно должны об этом сказать. Когда работодатель обследует свой персонал. Таких контингентов у нас тоже достаточно. И те, которые едут, воспитатели в загородные, медицинские работники, воспитатели в детских садов, в лагерей и так далее. Значит, за них платит работодатель. Есть ещё одни контингенты, которые сюда приезжают, это так называемые вахтовики, которые работают на наших крупных предприятиях. Они тоже делают анализы, но платит за них работодатель. А вот такие контингенты, как до, срочная госпитализация, это по факту страховой случай. Больной идёт на лечение, потому что он болен, и за него заплатит система обязательно медицинского страхования. Здесь вспышки, которые больше двух-трёх детей в детских садах. Все вот эти контингенты обследуются. Поэтому если люди заболели, у них нету никаких признаков респираторных, у них может быть просто обычная, обычная гриппозная или какая-то инфекция анализа, им не нужно делать. Ирина Давидовна, можно я всё-таки вернусь к тому ролику, который показали вначале? Я понимаю, что вы не можете ответить за каждую больницу, за каждую поликлинику. Но если человек приходит, согласно расписанию, должно заведение работать, и оно не работает, да? В любом случае, это явно имеется на месте какое-то нарушение, да? Потому что если они перепрофилированы из-за коронавируса, там бы было какое-то объявление? У нас амбулаторно-поликлинические, если о них идёт речь, они у нас не работали под коронавирус. Просто они могли перейти на работу в одну смену, потому что, например, у них ограничено... Ну вот, вот этим и надо разбираться. Я не готова ответить. Я понимаю. А куда можно пожаловаться? Значит, с моей точки зрения, лучше всего, всегда лучше всего, идти к главному врачу. Не к регистратору. Так вход закрыт. Так вот, если вход закрыт, конечно, мы об этом говорим. Да. Но решать все вопросы, ну, лучше всё-таки сначала с главным врачом. Хотя по правилам, мы очень так всегда красиво рассказываем, что вы должны позвонить страховому представителю в страховую компанию. У кого-то это получается, у кого-то не получается, но это правильный путь, который тебе скажет, как тебе дальше действовать. Я сторонник того, что человек должен обратиться к руководителю, потому что кто-то что-то не понял, а он ответственное лицо, которое должен все эти вопросы решать. У нас есть ещё один телефонный звонок. Валентина Петровна, добрый вечер. Да. Слушаем вас. Говорите. Скажите, пожалуйста, будет когда работать или нет поликлиника номер 10, потому что её перевели два терапевта на Берёзовку, а остальные разбросали по всем больницам. А мы пожилые люди, и нам как ходить, куда обращаться? Ну, это не совсем так. Решая вопросы создания ковидного госпиталя на базе 10-й больницы, на первом этапе мы не знали, какова будет интенсивность заражения, распространения инфекции. А поликлиника расположена рядом через переход. Поэтому к нам поступило достаточно хорошее предложение. Система дороги, больница дорожная, предложила свои площади для того, чтобы разместить. Потому что организация работы поликлиники, это же не просто кабинет, стол и стол. Это сети, это сервера, это работа в информационных программах, это какое-то оборудование, которое нужно офтальмологу, гинекологу. И поэтому мы поступили таким образом, что те врачи, которые являются участковыми терапевтами, они разместились на Берёзовке больницы. А узкие специалисты мы разместили именно на базе железнодорожной больницы. Вот они отработали достаточно долгое время, считайте, с апреля месяца. Сейчас перед нами железная дорога поставила вопрос, что им требуется освободить эти площади. Поэтому мы с Роспотребнадзором решаем вопрос, чтобы перевели хотя бы узких специалистов в прежнее место, где расположено. А когда? Я так думаю, что это будет до конца августа. Вот, потому что по нашим предварительным таким прикидочным соображениям, там нету задействованной вентиляции едины с корпусом, где находятся больные. И мы можем этот вопрос решить положительно. Ну, а территориально там есть возможность поставить какие-то... Да, да. Вы ответили прекрасный вопрос. Кабинет, это их как раз и место, где они всегда располагались. Участкового пока не будем трогать, а узких специалистов заведём. Я поторапливаю, потому что Нина Хабарова очень хочет задать вопрос. Да, Галина задаёт вопрос. Ей нужна выписка из амбулаторной карты. Написала заявление, ей сказали, что эту выписку ей сделают только в течение месяца. Вот спрашивает, правда это или нет. Ситуация произошла в шестой поликлинике. Я думаю, что этот вопрос надо решить с руководителем, так как я вам и сказала. Потому что всё зависит от того, для чего, для каких целей человеку нужно. А если ему нужно экстренно для того, что он летит в Москву, не куплены билеты и так далее. Каких-то сроков по предоставлению нормативные документы не говорят. Этого срока нет. Но то, что мы обязаны человеку представить выписку, и даже в некоторых словах случая ксерокопию документов, это точно. Поэтому здесь индивидуальное решение вопроса. Ещё такой волнительный вопрос. Ребёнок инвалид, надо лечь в больницу, мама ложится, как сопровождающее лицо. Ребёнку делают анализ на ковид бесплатно, а вот маме платно. Как быть в этой ситуации? Ну, мне хочется сказать, что индивидуально решить этот вопрос. Но действительно, у нас именно сама больница решает вопрос по госпитализации ребёнка в стационаре. И в нашей территориальной программе госгарантии написано до 4 лет, а после 4 лет по решению комиссии, нуждается ли ребёнок в уходе. Поэтому, конечно, в этой ситуации надо решить вопрос индивидуально, но по закону категория мам не подпадает. Не подпадает. Спасибо огромное. У нас в гостях была Ирина Филимончикова, заместитель министра здравоохранения Хабаровского края. Мы говорили о том, когда заработают больницы. Собственно, главный ответ, что они уже работают. Уже работают. Да. А можно напоследок провокационный вопрос? Ну, давайте попробуем. А просто прокомментируйте вот наше интерактивное голосование. Я понимаю, что вы работник краевого правительства, а тут дотрагиваются интересы городской администрации. Вот на ваш взгляд, у нас вот весь город затоплен по вине погоды, либо по вине городских служб? Я думаю, что службы. Второй вариант. Если бы были хорошие ливневые системы, то любой дождь всегда бы решен. Вот выйдите, не забудьте позвонить и принять участие в интерактивном голосовании. На работу пошла. Хорошо. Нина. Интерактивное голосование продолжается. К данной минуте лидирует мнение о том, что Хабаровск топит по вине городских служб. И вот что написали на нашей странице Губерния ТВ в Инстаграме. Считают, что в этом году не было субботников. Именно поэтому все ливневки забиты. Ну и вот тот результат, который мы видим. В следующем блоке мы будем еще читать ваши комментарии, будем принимать ваши звонки именно по этой теме. Телефон 456645. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова